Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую всех на канале Есть-Поесть! Для приготовления сегодняшнего блюда понадобятся самые обычные продукты. При этом оно получается вкусным, ароматным и нарядным. Так что его можно приготовить не только к обычному ужину, но и не стыдно подать на праздничный стол. Делается всё очень просто и выходит недорого. Обязательно попробуйте! Замариную сначала куриные голени. Для этого я их помыла, обсушила. Теперь добавляю соль, специи по вкусу, размешаю и оставлю мариноваться. Далее нужно подготовить капусту. Для этого я помещу её в микроволновку и буду держать там на полной мощности примерно 5-6 минут. Так как мне понадобится не вся капуста, а всего лишь несколько листиков. Но если вы планируете использовать весь качан, например, для голубцов, или капуста у вас не молодая, как у меня, а старая, значит, держите в микроволновке подольше около 10 минут. Потом даю капусте немного остыть и аккуратно разберу её на листики. Мне понадобится буквально несколько штук. И обязательно нужно срезать вот это утолщение. И ещё мне понадобятся обычные шампиньоны, обжаренные с луком на растительном масле. Конечно, подойдут любые грибы, но если у вас нет грибов, просто можно обжарить лук с морковью. И теперь делаю следующее. Капустный лист я положила с резаным утолщением вниз. Кладу немного грибов и куриную голень. И теперь просто заворачиваю треугольником. И вот что у меня получилось. И таким же образом заворачиваю остальные голени. Завёрнутые голени я выкладываю в форму, которую предварительно смазала растительным маслом. Конечно, голени можно запечь и прямо так, полив их сверху заливкой и гарнир приготовить отдельно. Но я буду делать сразу вместе с гарниром. Для этого я взяла картофель, морковь, посолила, добавила специи и размешала. И теперь укладываю картофель между конвертиками. И ещё такой небольшой нюанс. Мне нужно подложить немного картошки под конвертик, чтобы эта часть ножки была слегка приподнята. Это я делаю для того, чтобы во время запекания сок, который будет образовываться внутри капусты от грибов и мяса, не вытекал, а оставался внутри. Теперь приготовлю заливку. Для этого я беру протёртые помидоры. Они у меня достаточно такие жидкие, немного похожи на томатный сок. Где-то 150 миллилитров. Можно взять кетчуп или томатную пасту. Добавляю сюда сметану. Ещё раз повторюсь, что для заливки можно брать всё, что угодно. Можно сделать просто сметанную или просто томатную. Добавив сюда соль, специи или измельчённый чеснок по вкусу. И далее водой я довожу объём примерно до 500 миллилитров и хорошо размешиваю. Если вы хотите получить более густую подливу, можно добавить 1 столовую ложку муки или крахмала. И теперь сверху заливаю наше блюдо. Отправляю форму в духовку, заранее разогретую, до 170-180 градусов. И буду запекать около часа. Вы ориентируйтесь на свою духовку. Если есть такая необходимость, сверху накройте фольгой. А потом, по прошествии половины отведённого времени, уберите её. Ну вот, блюдо у меня готово. Запах просто невероятный. Украшайте его по своему усмотрению. Можно посыпать сверху тёртым сыром, можно просто зеленью. В общем, как хотите. Подаю я это блюдо на стол, обычно целиком, в форме. А потом уже раскладываю по тарелкам. Для любителей подливы можно полить ещё сверху. Обязательно приготовьте ножки в сапожках, хоть к празднику, хоть просто к обычному семейному ужину. Блюдо совсем не затратное и делается очень просто. После того, как приготовите это блюдо, не забудьте поделиться впечатлениями в комментариях. А я от всей души желаю вам удачных экспериментов на кухне. Готовьте с удовольствием. И обязательно увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!